Привет, мои друзья! Мои самые любимые друзья! Довольно редко я выкладываю какие-то моменты из своих игр, потому что кому-то нравится, кому-то не нравится, но это я решил выложить. Все-таки раз на 100-200 видео можно. Интересный какой момент. Еще хотел заметить, да, с 29 июня совсем скоро начинаются ежедневные стримы. Я иду в отпуск, и мы будем с вами играть вместе игры со зрителями. Ссылка на стрим в описании. Поехали! Так вот, ну по названию видео вы уже поняли, да? Скоммуниздили, скоммуниздили тапок. Самый банальный случай, когда ты играешь за акса там через транквилы, да, в лесу, выкладываешь сапог, какой-нибудь инвизор их ворует. Это банальщина, это неинтересный момент. Здесь немножко другая ситуация. Здесь я играю за в Рейдж Кинга. Я отец Папича, то есть потом идет Папич, сначала иду я, само собой, это все знают. И иду, короче, собрать себе Абисал, собирать, да? Собирать себе Абисал, не спеша иду. Кстати, помедленнее. И иду такой... То есть покупаю здесь и я одну часть, и Курьер везет другую часть, да, чтобы это все собралось Абисал. И здесь внимание встает вопрос. Здесь уже, конечно, сыграл опыт, да? Для этого мне нужно выложить один предмет, чтобы собрать Абисал. Ну, или можно было там в Куре собрать, но я решил так, да? Здесь сыграл свою роль, безусловно, это Опен, да? То есть из этих шести предметов что я выложил? Именно ПТ. Потому что вы тоже должны думать об этом. Выкладывая предмет, вы должны понимать, что в любом случае есть шанс, что его своруют. Есть инвизоры, нету инвизоров, неважно. И выкладываю я свой сапог. Выкладываю сапог, чтобы собрать себе Абисал. В это время я ничего не подозревал спокойненько. Сижу в магазине. Мы посмотрим вниз. Бегут под смоками пять. Понимаешь меня, друг мой? Пять человек. И как ты думаешь, куда они бегут? Я не знаю, каким образом. Здесь даже, по-моему, вардов нет. Но каким-то образом они просто так, с течением обстоятельств, решили пойти сюда. Именно в тот момент, когда я выложил сапог и пошел в магазин, да? Сюда бегут пять человек под смоками. Ну, ты понимаешь меня, да? Что пахнет жареным. А вот откуда они знали, что я здесь стою? Подожди. Ну, вот он вард, но он мне не палит. Странно очень, на самом деле. Так они еще заюзали пайп, заюзали. Странно, странно. И прям в пятером, смотрите. Прям в пятером на меня, бедного. Вот в этот момент, видите, они теряют смок, и они уже понимают, что здесь кто-то стоит, да? Я стою такой, ничего не подозреваю. Спокойненько покупаю. О, привет, чуваки. И начинается мой сапог. Нет, мой тапок. Кто украл мой тапок из них? Что-то украл. Может быть, его, скорее всего, сломали, да? И начинается. Теперь смотрите на это. Просто. Начинает меня в пятером месить. Но, благо, я играл за ВК. Кстати, заметьте, счет практически равный. То есть 29-38. Нет такой прям супер доминации. Сколько у меня там счет в этот момент был? Личный счет. Вот, в Рейшкинг. Вот, у меня 13-3. Ну, стандартная игра за Рейшкинга, да? То есть, они меня очень сложно, видите, убивали. И мне нереально повезло, что вся команда стянулась. Молодцы. Видите, все начали делать ТП. Пятером просто. И пошли метели. Ну, вот видите, да, команда вся стянулась. Очень повезло. В итоге. В итоге. Тим Вайб. При этом я остаюсь, кстати, живым. Я иду раздавать. У меня есть сабля на ВК. Что может быть лучше. Кстати, это читерский предмет. Напомню вам. Любому кэри собирайте. И все. Полная доминация. По лицу. Ну, критуля. Пес. Домой. Минус 5. Просто минус 5. И у меня, да, у меня украл кто-то сапог. Или даже его сломали. Сейчас Рубик такой напишет. Смотрите, сейчас что Рубик напишет. Рубик, пиши свои золотые слова. Минус ПТ. Минус ПТ, друзья мои. Минус ПТ. Так что всегда будьте внимательны. Вот вы видели, да, ничто не предвещало, что кто-то украдет сапог. А тут бас и в пятером моментально появляется возле меня. В пятером. Минус ПТ. Минус ПТ. Минус ПТ. Минус ПТ. Продолжение следует...